Итак, наша сегодняшняя тема – это ограничивающие убеждения собственника языковой школы. Откуда тема? Тема, наверное, из как раз способа борьбы с выгоранием, то есть каждый раз стараешься что-то для себя находить новое, поэтому, несмотря на то, что моя основная компетенция – это метрики и финансы, но уже как-то, мне кажется, я поднадоела делать эти сообщества со своими балансами. Хочется людей немножко повеселить. И я сегодня буду говорить про в том числе и свои ограничивающие убеждения. Но, может быть, кто-то еще узнает в этом себя и будет вам еще тогда, конечно, тоже польза. Да, я действительно живу и работаю в Воронеже. Я соучредитель и вовлеченный собственник, то есть я играющий тренер Школы насканных языков интерлинга. Кроме школы у нас есть еще Институт повышения профессионального мастерства. У нас есть музей, куда я всех всегда активно приглашаю. Сейчас как раз мы в начале весны, поедете на юг. Откуда бы вы ни ехали на юг, вы не проедете мимо Воронежа. Поэтому you are mostly welcome посетить наш музей в самом центре нашего замечательного города. Я действительно работаю много последние годы как с образовательными проектами, так и с предпринимателями из других сфер. И вижу на самом деле, что, конечно, от предпринимателя, от человека, от лидера, от фаундера, как угодно можно назвать этого, зачинщика этого безобразия под названием бизнес, зависит на самом деле очень многое. И все, что вы видите... То есть бизнес – это всегда фотография собственника. Бизнес – это всегда надежды, мечты, разочарования, страхи. В общем, все, что есть в вашей голове, душе, теле, вы все это так или иначе транслируете в свою компанию. Хотите вы этого или не хотите, но это всегда так. Поэтому, когда мы говорим, например, про корпоративную культуру, когда мы говорим про варианты, когда меняется собственник, когда... Почему очень многое ломается на этом этапе, да, когда собственник передает, например, бизнес, или когда партнеры расходятся или наоборот сходятся, то вот это всегда очень такая кризисная ситуация для компании, потому что нужно переделать себя. Себя переделать очень сложно, практически невозможно. И, соответственно, переделка вот компании в этот момент, она всегда самая-самая сложная. Ну, давайте мы немножко поговорим все-таки пока про нас, как мы транслируем то, что у нас в голове в своей компании. Что мы... О чем мы сегодня с вами поговорим? Мы с вами посмотрим... Я надеюсь, вы поучаствуете. У нас такая... Я не очень люблю лекции. У нас всегда интерактивные встречи. Поделимся, да, вашими... Вашим то, в том числе, вашим видением, когда собственник может принести не только непоправимую пользу, но и непоправимый вред своей компании. Какие же у нас есть главные ограничивающие убеждения? Коллеги, главное здесь... Надо было, наверное, взять в кавычки это слово в презентации, потому что это очень субъективно. Это главное для меня. Для кого-то главные будут, конечно, другие. И, конечно, пятью все это дело не ограничивается. Единственное, вот Дмитрий Сергеевич сказал, да, несмотря на то, что мы много-много вкладываем в энергию, чтобы не свалиться в эзотерику, мы здесь не будем сегодня с вами говорить про психологические истории пробивания стеклянного потолка, бизнес – это плохо, я боюсь денег и так далее. Вот про это сегодня у нас не будет. У нас будут более такие приземленные именно к управлению вещи. Ну и посмотрим, как мы можем это преодолеть. Я дам вам одну практику, я надеюсь, у нас будет на это время. Может быть, мы уже сегодня с вами в прямом эфире и попробуем сделать некоторые вещи, которые позволят вам преодолеть эти убеждения. И, конечно, я отвечу на ваши вопросы. Ну что ж, давайте начнем. По возможности, да, включайтесь камеры голосом в чат. Почему сильный лидер с хорошими, классными, достойными убеждениями и устремлениями, иногда может навредить своей компанией, привести ее, ну если не к упадку, то как минимум к снижению эффективности. Что на это может повлиять? Есть ли какие-то мысли на этот счет? У меня есть несколько примеров, но давайте. Работает в красной культуре, говорит всем, что и как делать. Слишком много идей. Да, ну вот из того, что я вот вижу, да, я знаю как. Так, я молодец, работаю, контролирую каждый шаг, да, я знаю как правильно. Я сейчас перевожу, да, ваше наблюдение в убеждения. Подавляю сотрудников, да, я самый умный, есть такое. Или наоборот, мало контролирую. Да, я демократ, люди знают, что делать. Слишком рано начал делегировать. Да, люди сами знают, они не дураки, они разберутся. Да, но на самом деле, коллеги, или не делегируют, да, опять-таки, да. То есть вот мы видим пока две здесь у нас из того, что вы приводите, мы видим пока две крайности, вот я самый умный, да, люди не дураки, сами разберутся. И оба эти убеждения, да, мы сегодня с вами посмотрим. А, что не делай, все плохо. Мы это сегодня с вами посмотрим. На самом деле, да, действительно, бывает так, к сожалению, ну, хотела бы мне сказать, к счастью, не часто, но, к сожалению, часто так бывает, когда мы действительно свои установки, принося их на работу, принося их в свой бизнес, мы тормозим свое собственное развитие, развитие своих собственных компаний. Давайте посмотрим. Как я уже сказала, сегодняшние наши убеждения, о чем мы с вами будем говорить, это будет только про управление без эзотерики, как мне привлечь больше денег. И мама сказала, что деньги – это плохо. Поэтому будем смотреть сегодня больше все-таки в сторону менеджмента. Итак, убеждение номер один, которое я вижу очень часто. И если вы загуглите какое-то, что самое главное в бизнесе, то первые 100 тысяч ссылок, если не миллион, будет главное в бизнесе результат. Результатники бьют все рекорды. Сейчас из каждого утюга результаты, KPI, управление по KPI, результаты, эффективность, как сделать больше, лучше, сильнее, быстрее, чаще и так далее. Из того, что мы сейчас увидели, даже из вопросов, которые вы задавали Митя Сергеевичу, сколько учеников. Митя Сергеевич говорит, это не главное. Главная наша цель – какая у нас маржинальная прибыль. Опять-таки мы с вами говорим. Другой, но все-таки мы в главе угла держим результат. Результат. Нужен ли результат? Конечно. Результат – главная цель бизнеса, да, это получение максимальной прибыли. Главный ли результат в нашей жизни? И если не результат, главное, то что же тогда может быть главным? Или более важным? Почему вот эта ориентация на результат, убеждение, что результат – это самое главное, может действительно вызвать какие-то негативные последствия? Но прежде всего, потому что человек для достижения результата всегда требует больше ресурса. То есть если вы говорите своему менеджеру и администратору, например, что нам нужно привлечь 10 или 15 человек на новый какой-то курс, то что нужно менеджеру? Менеджеру нужны телесвязь, расходы на рабочее время, менеджеру нужны расходы на настройку таргета, менеджеру нужен преподаватель с программой и со всей остальной историей. То есть менеджеру нужны ресурсы для того, чтобы выдать вам этот результат. И когда у человека на самом деле много вариантов достижения результата, а их всегда больше, чем один, то есть мы можем набрать… Как мы можем набрать? Мы можем набрать по существующей базе. Мы можем привлечь новых учеников. Мы можем сделать курс с какими-то минимальными доработками в том русле, в котором уже работает наша школа, с имеющимися педагогами, либо мы можем придумать что-то абсолютно новое и скачнет из английского языка в какое-нибудь, например, программирование, которое потребует еще больше ресурсов для этого. И у человека тратится очень много времени на поисковую картинку, то есть что же все-таки выбрать. В результате мы… Вот эта прокрастинация, то есть нежелание делать выбор, оно тоже влияет, то есть нам нужен результат, но мы не понимаем, каким путем мы должны к нему идти. Какой выход? Вот совершенно верно, Елена нам пишет в чат, что удовольствие… Ну, насчет удовольствия мы сейчас с вами поговорим, но каждый результат – это результат какого-то процесса. То есть если мы говорим про результат, то у нас всегда сначала процесс. И я пыталась сделать визуальную картинку, что процесс с каждым разом улучшается, и качественный результат нам дает качество процесса. То есть от качества процесса напрямую зависит качество полученного на данный момент результата. Поэтому результат как критерий качества процесса, как критерий системности… И здесь мы приходим к такому немножко перебрасываем мостик в системный менеджмент. То есть нам всем очень хочется выйти из операционки, я прямо часто это слышу, но прежде чем выйти из операционки, неплохо было бы в нее войти. Потому что то, что мы считаем, что мы в рутине, мы в операционке, мы тут вот у нас в ручном управлении, коллеги, понимаете, процесс у нас все равно не отлажен, не налажен. И выйти, и улучшить что-то можно только через улучшение вот этого процесса. И я обратила внимание, я как-то не обращала раньше на это внимание, но если вы посмотрите, например, на Меку, да, на Библию всех результатников, это роман «Цель» Голдрата, то вы увидите, что после вот такой вот цели мелкими буквами написано, как сделать эффективный процесс. То есть в любом случае цель – это результат эффективного, хорошо отлаженного процесса. подумайте об этом. Это как бланш всем процессникам. Я очень люблю это убеждение, потому что я процессник. И мне всегда сложно давался результат. У меня нет убеждения, что цель – результат. Я всегда была за то, что цель – процесс. Поэтому если вы, так же, как и я, обращаете внимание больше на процесс, не считайте, что вы не правы. Вы как раз правы. Вы приносите пользу своему бизнесу. Из этого следует все-таки, какая же наша цель. У нас есть цели двух видов. Я никоим образом вас сейчас не призываю бросить ваши метрики и побежать в процесс. И в этом везде нужен баланс. Цель подпитывается наших двух сторон. У нас есть цель – процесс и цель – результат. Например, мы в следующее место хотим получить выручку 10 миллионов рублей. Это цель – процесс. Мы можем ее получить, либо не получить, порадоваться, либо огорчиться. Даже если мы ее получим, вопрос, опять-таки, возвращаемся к тому, с чего мы начали, с какими ресурсами и чего нам будет это стоить. И вопрос, а что будет дальше. То есть какую цель мы должны поставить на через месяц, на через два. Поэтому все-таки посмотреть в сторону не цели результата, а цели процесса, когда мы хотим в следующем месяце построить такую систему продаж, гарантирующую выручку 10 миллионов рублей. Вот это наша цель – процесс, которая позволит нам гарантированно получать стабильный рост не только в следующем месяце, но и через месяц, и через два, и через год. И как раз освободить собственника со временем для вот этой замечательной роли лидера. Итак, что важно, что мне хотелось бы, чтобы вы подумали о чем. Результата без процесса не бывает. Хороший процесс всегда дает хороший результат. И концентрируйтесь на отработке процесса. То есть результат – это критерий качественного процесса. То есть если вы достигаете того результата, который вас удовлетворяет, значит, у вас все хорошо с процессом. И совершенствуя процесс, мы естественным образом, даже не задумываясь об этом, сам собой будет совершенствоваться результат. Убеждение номер два. А, вот еще есть несколько проблем, связанных как раз с процессом, о которых нам всегда нужно думать, как управленцев. Большинству людей, как я уже сказала, процесс неинтересен. Ну, или есть, скажем так, люди, в том числе в наших компаниях, которым процесс неинтересен. Они ориентированы на результат. Им процесс неприятен. И это нужно учитывать. То есть кому вы поручаете совершенствование этого процесса. Когда процесс длинный, снижается мотивация. Мы не видим. Нам результат все равно так или иначе нужен. Соответственно, отсюда правило, что длинные процессы нужно разбивать на этапы. Мы все это прекрасно видим из процесса изучения английского языка. У нас есть тесты, наши промежуточные тесты, и отчеты родителям, они как раз из этого. Потому что иначе люди не видят прогресс, теряют мотивацию. Ученик теряет мотивацию учиться, родитель теряет мотивацию оплачивать его обучение. То же самое относится и к нашим сотрудникам, и к нам самим. То есть нам постоянно нужно какое-то подкрепление. И когда процесс человеку некомфортен, то возникает тревога, получит ли он нужный результат. Поэтому тоже здесь, это как раз вот то, что Дмитрий Сергеевич сказал. Не всегда то, что нам нужно делать, нам нравится, но эти ненравящиеся процессы должны быть как минимум короткими либо обозримыми, чтобы мы понимали, зачем, ради чего мы это делаем. А в целом, конечно, процесс – это более продуктивная история. Следующее, что мы… Следующее убеждение. Это убеждение уже связанное с нами, как с лидерами. мы часто повторяем успешные действия, мы ведем команду, мы достигаем результат, и потом мы фиксируем это, ну, психологически, да, что это правильно, это то, что нас привело к результату. И мы начинаем повторять эти действия, даже если уже ситуация изменилась. И если есть проблемы, то они отвергаются, поскольку все строится у нас на успешном опыте, который у нас уже зафиксирован. Например, вот мы сейчас… У нас сейчас весенний набор в школу… Дмитрий Сергеевич, школа управления языковыми проектами, у нас школа управления просто проектами, школьными проектами, молодежными проектами. И мы всегда раньше на эти программы очень хорошо собирали людей через партнерство с департаментом образования, через партнерство с школами. То есть департамент… Мы отправляли письмо в департамент, департамент отправлял письмо в школы, директор там как бы давал указания, дети записывались, приходили, мы отрабатывали как бы этот курс. Что мы видим сейчас? Департамент школам не указ, директор ученикам не указ, если им что-то не нравится, если у них нет мотивации, если они не понимают, что происходит и зачем им это нужно. То есть в результате вот эта цепочка, она не сработала у нас. У меня было… Как раз я действительно иногда грешу вот как раз вот этим убеждением, что если что-то хорошо работает, оно должно продолжать работать. Нет, не должно. Уж не знаю, что там поменялось, ковид ли, либо еще какие-то другие факторы. Но сейчас вот эта цепочка сломалась, набора на вот эти наши дополнительные курсы. И мы сейчас ищем с командой в срочном порядке. Мы передвинули на две недели так программы, и мы срочно ищем новые способы привлечь детей, потому что эта история не работает. Хорошо, если руководитель гибкий, и он понимает, что это не работает, и что нужно что-то менять. К сожалению, может быть ситуация, когда нет, плохо повестили, плохо позвонили, звоните еще раз, давайте додолбаем директора и заставим, чтобы он додолбал учеников, чтобы они там до тошноты уже от нашей школы их воротило. Но вот будем действовать так, как всегда действовали. 10 лет или 20 лет до этого так же работало. Почему сейчас не работает? Должно сработать. Следующее убеждение, что высокое положение дает лучший обзор. Вы много вот в начале нашей встречи сегодня об этом писали, да? Я знаю, как лучше. Я, они, то есть вот, что, что, работа, говори всем, что делать, контролирует каждый шаг и так далее. Здесь какой еще есть момент вот в этой ловушке положения, что высокое положение дает лучший обзор, что я все знаю. Это то, что я называю «Жираф большой, ему видней». Если вы помните известную песню Высоцкого, то там все кончилось очень плачевно, да, там джунгли пошли в саванна, в разброты шатания полнейшее в плане видового разнообразия. А все там почему, да? Потому что кто-то там кричал из ветвей, «Жираф большой, ему видней». И жирафу это все очень нравилось. Поэтому здесь в чем состоит проблема? Что чем выше вы поднимаетесь, как руководитель, как лидер, тем больше людей, которые говорят вам, как вы правы и умны и хороши, и тем меньше у вас связь с реальностью. Вот как раз Дмитрий Сергеевич примером своей вот этой обратной связи очень хорошо, когда вы спросите у сотрудников, там, условно говоря, анонимно. Анонимно они могут вам действительно что-то скажут. В лицо, скорее всего, нет. В лучшем случае промолчат, худшим будут поддакивать любой самой безумной идеи. Есть люди, на самом деле, и они есть в каждой компании. И я подозреваю, что вы их не любите, а вам надо их любить. Это как раз те, которые скажут вам правду, что называется, в глаза и быстро. У меня есть тоже такой сотрудник, такой коллега, это выливается обычно. Вот вы там, да, конечно, умные научились, а на самом деле дело обстоит вот так. И отметая, да, то есть все, что связано там с нарушением договоренности, с продавливанием там своих каких-то интересов, тем не менее я всегда фильтрую то рациональное зерно, которое действительно люди, которые работают, как мы говорим, на земле, которые работают непосредственно с учениками, с родителями, с преподавателями, которые они видят, и вы этого можете не видеть. Что для этого нужно делать, да, как не терять эту связь с реальностью, ну, просто, что называется, ее не терять. То есть у меня есть несколько своих собственных способов, как-то, например, я иногда сажусь, да, на место менеджера и просто рулю этот процесс из земли, что называется. Да, я сразу вижу, вы как опытный человек, вы много сразу увидите, и вам много сразу прилетит этих проблем, то, что вас приземлит. Вот это я считаю, что нужно периодически делать, то есть заземляться, как маршрутку, что называется, сесть и проехать, да, и посмотреть вообще на мир не из окна личного автомобиля, а из окна автобуса. Еще одно убеждение, связанное с такой ошибкой атрибуции, то есть успехи все мои, чем успешнее действует компания, тем больше руководитель склонен приписывать успехи себе, а неудачи кому? Ну, не я же не молодец, все остальные дураки, да, все остальные не умеют там, не знают, не хотят и так далее. То есть все это вот туда. Чем опасно? Ну, прежде всего тем, что, если вернуться, да, к самому первому, что результат делает процесс, то, конечно, вот этот результат успеха или неуспеха – это результат эффективного или неэффективного процесса. А процесс запускает кто? За процессы отвечает всегда менеджер, да, то есть мы как пионеры в ответе за все, и мы как пионеры в ответе за те процессы, которые происходят в нашей компании. То есть если мы получили какой-то не такой результат, то это результат неправильного, кривого, извините за жаргон, процесса, который был запущен либо с нашего согласия, либо с нашего попустительства, да, он стал таким. И опять-таки, если мы получили хороший, правильный результат, соответственно, да, бывает, что я молодец. Но чаще всего я молодец, когда процесс не молодец. То есть если бы я был настоящим молодцом, это все бы работало без моего участия, и за это отвечали бы мои сотрудники, и это было бы то, что я готов разделиться своими сотрудниками. То есть история, что вот здесь все ничем не занимаются, если бы они ничем не занимались, коллеги, вы бы сейчас здесь не сидели, меня не слушали, учили, мыли, звонили и так далее. И, наконец, пятое убеждение. Вот с этим, я думаю, согласятся здесь большинство, если не все. Кадры решают все. Замечательный лозунг, который пришел к нам из советского времени. Напишите, пожалуйста, в чат или скажите голосом, дайте мне плюсики-минусики, кто считает, что кадры решают все. Да, да, конечно. Конечно, кадры решают все. Так кто же еще? Мы же только что сказали, что все процессы сделали наши сотрудники. Значит, найди хороших и иди с ними куда угодно. Что нам дает вот это понимание? Неужели нет? Что нам дает вот это понимание, да, или убеждение, что кадры решают все, и наш вот этот неустывный, неизбывное наше вот это вот желание, да, улучшить, да, улучшить этот процесс подбора кадров, и чтобы у нас все было, все было самое лучшее, самое классное. Мы считаем, что способность человек врожденный, их надо выявить и применить. То есть надо найти классного человека. Мы сейчас не будем здесь дискутировать, нужна ли его профессиональная составляющая, или просто человек должен быть хорошим. То есть просто мы какие-то берем какие-то ключевые способности и компетенции, которые для нас важны, выявляем их в человеке, хантим этого человека и сажаем его на правильное место, и дальше начинает даже эксплуатировать в хорошем смысле слова. Конечно, мы ему платим адекватно и все такое, поощряем, мотивируем, но тем не менее мы применяем какие-то его способности. Существует убеждение, что есть надежные методы определения способностей, которые помогают правильно распределить людей. Считаю, есть такое тоже убеждение, что если надо найти человеку место в компании, приложить его куда-то там к правильному окну, к правильной стене приложить это прилагательное, и тогда все у нас станет хорошо. Отсюда все наши тесты, отсюда какие-то там собеседования по компетенциям, оценки со всех сторон, ассессменты и так далее. И эффективность, опять-таки, есть тоже убеждение у некоторых руководителей, что эффективность деятельности компании жестко обусловлена эффективностью деятельности отдельных сотрудников. Если даже это не я, то всегда у меня есть ключевые, на которых все держится, вот эти вот с некоторыми приспособлениями королевского вида на голове, на которых все держится, которых мы холим, лелеем, обихаживаем и падаем в обморок, если там вдруг, не дай бог, что-то сломается в этой системе. Что здесь не так? Здесь на самом деле не так. Та самая ошибка атрибуции, которая была, о которой мы уже с вами в прошлом убеждении говорили. То есть мы приписываем человеку причину или какие-то качества, в данном случае это наличие или отсутствие его определенных способностей и качеств, почему он поступает определенным образом. То есть мы склонны объяснять поведение человека через его какие-то психологические особенности. Ну вот он сделал так, потому что он такой. Дальше разворачивается история, почему он такой оказался на не таком месте и так далее. На самом деле, так же, как и все предыдущие мои убеждения, я предполагаю, тут был вопрос, неужели нет, возможно нет, я предполагаю, что плохая организация процесса хуже, чем, в кавычках, плохие, неправильные, не самые лучшие люди. То есть наша задача создать такие условия и обстоятельства, чтобы сама система, да, вот здесь у нас было в чате, что система, студия Челлендж, спасибо большое, что система побуждала бы людей к развитию и к правильному поведению. И тогда сбудется великая мечта руководителя применительных, да, к нашей языковой школе, что если даже мы не берем там какие-то неприятные моменты в середине учебного года, а будем говорить о приятных моментах, там, сотрудник вышел замуж, решили завести ребенка, или там еще какие-то, да, приятные условия случились, перемены в жизни, и нам нужно заменить педагога или заменить менеджера, то у нас ничего не рушится, не падает, потому что кого бы мы в эту колею нашей системы не поместили, ну, понятно, что с адекватными, да, какими-то средними параметрами, система будет продолжать работать. В таком ключе, когда мы говорим про систему и про процессы, звездный или не звездный сотрудник, он ее не сломает, потому что система всегда сильнее одного ее элемента. Итак, что же со всем этим делать, да, как преодолевать эти убеждения, если вы их у себя увидели и согласны с тем, что, возможно, это мешает вашей работе. Прежде всего, мы закрепляем качественные процессы, то есть мы выявляем, что у нас работает хорошо, и это повторяем, мотивируем, улучшаем. Если у нас что-то работает не очень хорошо, мы опять-таки это улучшаем. Наша цель – построить систему для решения задач компании. То есть мы можем и должны на все свои цели прописать, каким образом будут они достигаться через процессы, и проверить процессы на экологичность не только по отношению к людям, что, естественно, да, то есть мы тут, я не ратую за патагонную систему ни в коем случае, мне не очень нравятся истории про, там, как эксплуатировать сотрудников, там, как еще что-то с ними делать, да, такое нехорошее. Нет, на самом деле мы просто простраиваем систему, где нельзя работать плохо, где можно работать только хорошо. И эти цели должны быть экологичны по отношению к бизнесу и к вам как к собственнику. То есть мы, вот если сейчас говорить про метрики, то мы будем как раз говорить на курсе, что прибыль или выручка любой ценой, да, можно там, давайте сделаем выручку 100 миллионов, давайте, давайте скидок раздадим на 50%, и сразу у нас будет выручка 100 миллионов. Все к нам набегут. Всех маргиналов соберем по всем, как бы, отдаленным уголкам наших городов и весей. Вопрос, что мы будем с ними делать в следующем месяце. Давайте сделаем, хорошо, плохая, плохая метрика выручка, не работает, прибыль наша цель. Давайте, давайте сделаем прибыль. Зарежем все инвестиционные расходы, ни одной доски не купим, ни одного проектора не повесим, ни одного учебника нового не вложимся, учить никого, ничему не будем, зато у нас будет классная прибыль. Что мы будем делать с этим через месяц, через два, через три, через год, когда люди выдохнутся, бумага кончится и так далее. Что делать вот с этими убеждениями, связанными с вами как человек, с вами как с лидером? Внедрять командное лидерство. Что здесь имеется в виду под командным лидерством, в самых общих чертах, тоже не вдавая в детали, это когда в решении задач ответственность за ситуацию или проблему может внесете не только вы, но берут на себя члены команды. Вот эти наши распределенные плоские структуры, это как раз про это, когда команда имеет возможность и желание принять на себя ответственность. и правильная система работы с кадрами. То есть, когда мы думаем не об особенностях людей, а о том, в какую систему их поставить, как организовать процесс, чтобы люди в нем действовали действительно так, как нужно. Так, Юля, а что у нас по времени? Скажите, пожалуйста, есть у нас хоть чуть-чуть минутка сделать практику? Три минуты у нас. Три минуты? Угу. Ну, давайте я тогда вам расскажу. В прямом эфире мы делать об этом не будем, чтобы осталось еще время на вопрос. Я вам расскажу, что можно будет сделать. Будет же презентация, я надеюсь. То есть, рисуйте вот себе вот такую простую табличку. Первый вы пишете основные трудности, которые у вас есть сейчас в бизнесе. Не знаю, люди, вот тут у меня трудность. Никто не звездный, всех надо пинать. Вот ваша трудность. Там еще, да, мало там, много проделегировал, никто ничего не делает. Ну, и какие-то, в общем, все. Эти трудности есть у всех. Из любой области вы можете сюда их залезать. Дальше, в чем проявляется эта проблема? Это как фотография. Вот всех надо пинать, в чем это проявляется. Они на работу не приходят, пока вы им не позвоните. Либо они там урок не начинают, пока вы не скажете, начинаете урок. Либо они учебник не возьмут. Вот, вот, не вовремя приходят. Да, то есть, в общем, короче, прописывайте, в чем проявляется это ваше трудность. И дальше продумывайте, какие ваши ограничители мешают вам решить эту трудность. То есть, что вы считаете, что вам мешает как руководителю сделать так, чтобы этого не было. Потому что на самом деле вовремя приходит множество способов решить этот вопрос, но вы этого почему-то не делаете. То есть, почему вы этого не делаете? Вы слишком там демократичны. Здесь не только те убеждения могут быть, которые мы с вами проговорили. Вы можете найти в себя еще много других. То есть, там, слишком либерально. Ну, слишком либерально, то есть, что, что? То есть, я не хочу указывать взрослым людям, что им делать. То есть, вы прямо будьте более конкретны. Будьте более конкретны. И тогда от обратного, от обратного вы можете как проработать, да, что делать дальше с этим убеждением. Ну, я сегодня, да, такую занимаю позицию совы-стратега, да, я не могу вам сказать, как стать ежиками, потому что отчасти это достаточно глубокая работа, которую, к сожалению, нельзя сделать за 40 минут выступления на конференции. Но дальше вы можете, там, способы известны, да, начиная, там, от мастер-майндов, психолога, чтения, саморефлексии, медитации, там, аффирмации и так далее. То есть, тут уже нужно будет пробовать разные подходы. Но хотя бы у вас появится почва, да, появится материал, с чем работать. Вы поймёте, почему это происходит у вас в голове. А дальше, если вы это у себя в голове каким-то образом измените, как следствие, как процесс у вас изменится и ваше отношение. И вы по обратной в эту цепочку раскрутите до решения своих задач. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!